Паща! Сегодня мы рассмотрим объектное распоряжение глагола с объектом во множественном числе, еще два падежа, степень сравнения прилагательных, а также повелительное наклонение. Но для начала по традиции немножко пополнен наш словарный запас. Рассмотрим человека. Человек по-мансийски будет элум холос. И это слово означает человека биологического, то есть человека вот как человек самого по себе. Но если мы хотим рассмотреть человека как социальное существо, то мы должны использовать слово хоотпа. Ну, например, яный элум холос. Это означает большой человек. Тау йомас хоотпа. Это означает он хороший человек. Теперь рассмотрим чаще тела человека. пункт. Голова. Ад. Волос. Пункт. Ад. Волосы на голове. Сам. Глаз. Тур. Горло. Пожалуйста, не путайте с аммонимом тур. Озеро. Нел. Нос. Паль. Ухо. Вильд. Лицо. Кат. Рука. Лау. Нога. Санс. Колено. Сысь. Спина. Тулевал. Палец. Коскер. Ноготь. Коноловал. Локоть. Пуки. Живот. Сим. Сердце. Хопси. Легкие. Майт. Печень. Лу. Кость. Келп. Кровь. Тан. Жила. Арм. Болезнь. Номт. Мысль. Пус. Целый здоровый. Пуската. Пусалый. Лоли. Здоровый тебе. Но это не означает «будь здоров», которое мы говорим после того, как человек чихает. Это просто пожелание такое. И здесь надо сделать небольшое лирическое отступление. Вы можете найти в словаре венгерско-немецко-мансийском Мункаче и Кальмана название других органов. Но, несмотря на то, что эти слова действительно существуют, мат и ругательная лексика в обычной мансийской речи практически не употребляются даже среди молодого поколения. А манси старшего поколения относятся к матерным словам с отвращением. Я понимаю, что в русском языке можно совершенно спокойно выразить всю речь двумя-тремя-четырьмя известными корнями, всем известными. И вообще говоря, я так скажу, это говорит не о богатстве речи, а об ее бедности. И если в русском языке такое возможно, то в мансийском языке, хотя эти слова тоже существуют там, так не происходит. Просто потому, что так у них не принято. Это все равно, что девушки выйти в арабской стране без платка не поймут. И причем в каждой стране не поймут по-своему. Живую мансийскую речь можно сравнить с русским языком 19-20 века. Настолько она литературная и красивая. В том числе и у мансийского рэпера. И вы, кстати, в этом можете убедиться, если попробуете попереводить его рассказ о жизни, который лежит у меня на канале. Поэтому, если вы хотите блеснуть перед мансией своими знаниями мансийского языка, то лучше изучите литературное выражение, которое вы можете найти в книгах. А книги вы можете найти в моей группе. Возможно, не все современные мансии поймут ваше литературное выражение, но, по крайней мере, у вас не возникнет проблем в коммуникации с ними. Теперь рассмотрим следующий вопрос урока. Как сделать так, чтобы объект кому-то принадлежал? А сделать это можно так. Рассмотрим два существительных. Девушка, дочь. Но в данном случае мы будем рассматривать в значении дочь. Колом. Айин. Колом. Айин. Коля. Айте. Колмен. Аймин. Колин. Айин. Колеен. Айтеен. Колом. Айяй. Колом. Айяй. Колом. Айяй. Колом. Теперь рассмотрим, что делать, если у нас два объекта. Колом. Айяй. Айяй. Колом. Колом. Айяй. Колярмен. Колом. Айяй. Если объедов много . Айяну Очень важно, если вы хотите указать на принадлежность слова, состоящего, ну, допустим, из двух слогов, ну, или более слогов, последний из которых шва, то эта шва попадает. Шва, напомню, это звук, вот такой вот звук непонятный. Например, лагл, лаглум, лаглум. Итак, ваше домашнее задание. Попробуйте просклонять по лицам пять любых частей тела человека. Ну, вы, конечно, можете не делать домашнее задание, можете просклонять самые простые слова, самые похожие слова, можете сразу заглянуть в ответы, но мансийский язык сам себя не выучит, поэтому нужно заниматься. И прежде чем мы с вами рассмотрим следующую часть урока, я вам ознакомительно покажу такую запутанную часть мансийского языка, как привербы. Вы их сейчас видите на экране, и подробно рассматривать мы их не будем. Аналогами в русском языке являются приставки, ну, по сути, это одно и то же. Они добавляют какое-либо значение к глаголу. Но нам сейчас понадобится ровно один приверб. Кон, который означает наружу. Так вот, существует глагол минулкве. Выходить, идти куда-то. А если мы добавим этот приверб и скажем кон минулкве, это будет означать выходить откуда-то изнутри наружу. Причем это слово не является взаимозаменяемым со словом минулкве. То есть в каких-то случаях нужно говорить минулкве, а в каких-то кон минулкве. И сейчас мы рассмотрим два падежа. Отдалительный, аблатив, и превратительный, транслатив. Отдалительный падеж отвечает на вопросы «отчего? Откуда?» и обозначается суффиксом нил. Например, толкоунул кон минус. Он вышел из дома. Обратите внимание, мы не можем сказать здесь толкоунул минус. Только толкоунул кон минус. Также с помощью аблатива может быть выражен материал, из которого что-либо сделано или делается. Например, Он делает лодку из дерева. Хаб – это лодка, если что. Далее, превратительный падеж отвечает на вопрос «Во что превратиться?». Ну, например, Мальчик становится мужчиной. Что еще можно выразить с помощью этих двух падежей? Здесь мы подошли к очень важной теме – степени сравнения прилагательных. И одним из способов выражения сравнения является использование аблатива. Например, Он старше меня. Дословно, Он от меня старый. Здесь мы констатируем состояние. Также можно выразить с помощью суффикса «ну». Моя дочь учится лучше моего сына. А здесь мы констатируем действие. Лучше учится. Кстати, еще очень часто используется такая форма. Он становится лучше. Обратите внимание, здесь используется превратительный падеж. Превосходная степень формируется с помощью слова «щар» – «самый». Например, «щар йомас» – «самый хороший». Но также можно использовать и аблатив. «Тау йомас ныл йомас» – «он самый лучший». То есть, дословно, он лучший от лучшего. Рассмотрим существительное во множественном числе. Если оно ставится во множественное число, то к нему прибавляется суффикс «т». Например, «улос» – «стул». «улосет» – «стулья». Теперь рассмотрим спряжение глагола с объектом во множественном числе. Значит, здесь есть одна очень важная особенность. Если я говорю «я несу стулья», я говорю следующим образом. «Ам улосет» – «тоты яну». А если я хочу сказать «я несу три стула», то я скажу так. «Ам хурум» – «улос». Обратите внимание. «тоты яну». Итак, поехали. «Ам улосет тоты яну». «Нан улосет тоты янин». «Та улосет тоты янин». «Мен улосет тоты ян мен». «Нен улосет тоты янин». Или «тоты ян». «Тен улосет тоты янин». «Ман улосет тоты яну». «Нан улосет тоты янин». Или «тоты ян». Здесь то же самое. «Тан улосет тоты янин». Или «тоты янану». В прошлом уроке я вам обещал рассмотреть функции слова was. И одна из функций — это использование его на самом деле достаточно ограниченном и сейчас уже практически не использующемся вежливом повелительном наклонении. Но давайте сначала рассмотрим это наклонение отдельно. Если мы хотим сказать одному человеку «делай», то мы ему скажем так «уарин». Но если людей много, то мы им скажем «уарин». Если мы хотим сказать «делай какую-нибудь одну вещь», то мы скажем «уарин». А если людей много, то мы скажем «уарин». Если же мы хотим человеку запретить, то есть сказать ему «не делай», то мы должны использовать запретительную частицу «у». Таким образом, вся фраза будет звучать так «уарин». Также есть варианты и для большего количества объектов. Но вот вам пример повелительного наклонения. «Арпад куалуон тэлэн». «Арпад, построй дом». Деньги мне только дайте, пожалуйста. В литературе вы можете встретить так называемую вежливую форму повелительного наклонения с использованием слова «воз». Ну, например, «Арпад куалу васоон ты». «Арпад, пусть дом построит». Я вот почему запнулся, потому что эту фразу невозможно перевести на русский язык как «Арпад, построй, пожалуйста, дом». Потому что вот эта форма, она не соответствует русскому «пожалуйста». Вообще. Эта форма, несмотря на то, что она называется вежливая форма, она использовалась крайне ограниченно. И, например, для того, чтобы сноха обращалась к свекору. Поэтому аналогов русскому слову «пожалуйста» в монастыцком языке не существует. Если вы хотите кому-то сказать «делай», то говорите просто «уарен». И еще одна функция. Функция союза в сложных предложениях. Мы не будем прям сильно погружаться в сложные предложения, чисто слегка их коснемся. Например, я хочу сказать «Я хочу, чтобы он сидел здесь». По-монастыцки эта фраза будет звучать так «Антанхиагом таутит васоонли». То есть дословно «Я хочу, он здесь пусть сидит». Если мы хотим сказать в отрицательной форме, то есть, например, «Я не хочу, чтобы он здесь сидел», то используется та самая запретительная частица «у». Ну, то есть, например, «Антанхиагом таутит васоонли». «Я хочу, пусть он здесь не сидит». Ну и напоследок представим, что вы хотите кому-то обратиться. Например, «Ко мне». Тогда надо сказать. То есть, у нас к концу слова добавляется гласная «А». Причем, если в конце слова стоит буква «А», то она вытягивается. Например, «Анна, нанктэтманрилю лейн». Они стоят здесь уже две недели. Не едят, не пьют, просто стоят. Со мной не разговаривают. Финны, чё сказать, суровые ребята. Унча, нанхотанминэйн. Амэрун кэмбинэйн. Уминэн. Нананунатээнутуару кэньотэн. Менуастээммээн. Йомэс. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Продолжение следует...